Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григоруце. Быть для своих близких благословением или же проклятием? А как вы думаете, что интереснее – созидать или разрушать? Зажигать свет в других людях или же гасить последние лучи надежды? И, наконец, что бы вы предпочли – душевное здоровье или же болезнь? И вроде ответы на все эти вопросы очевидны. Вроде как все хотят быть здоровыми, счастливыми, радостными. Но на самом деле далеко не все. А иначе разве жили бы мы в таком больном, искалеченном, изломанном мире? Но это все присказка. Наша сегодняшняя история на самом деле совсем о другом. КОНЕЦ 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 Это был золотой век русской классической музыки. Гений Мусоргского становился в полный рост. Свои лучшие произведения писал Бородин. Все ярче сияла звезда Чайковского, а римский Корсаков неустанным трудом штурмовал новые и новые вершины творчества. И среди этих гигантов все яснее проступали фигуры следующего поколения композиторов – Танеев, Глазунов, Лядов, а дальше еще более юные, яркие и могучие Рахманинов, Скрябин, Прокофьев. КОНЕЦ 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 Каждый из нас несет по жизни свой крест. У каждого своя беда, маленькая или большая. А композиторы такие же люди, как и все. И главное жизненное испытание у каждого из них свое. Баха до конца не понимали даже его собственные дети. Гайден почти всю жизнь провел на правах Лакея. Бетховен был свободен, но глух. Шопен и Рахманинов жили в изгнании. Бородин сгорел на работе. Шуман сошел с ума, а Шостакович едва не сошел с ума, постоянно ожидая ареста. На земле нет беспроблемных людей. У каждого, абсолютно у каждого свой крест. Так вот, крестом Василия Сергеевича Калинникова была какая-то фатальная бедность, нищета, которая преследовала его от юных лет и от которой он не мог избавиться никаким талантом, никаким трудом и упорством. Даже если случались в его жизни победы, то вознаграждались они чем угодно, только не деньгами. Но даже если деньгами, то они почему-то как-то вдруг быстро тратились, заканчивались, хотя композитор не был ни игроком, ни пьяницей, ни транжирой. Напротив, он был настоящим трудягой, оптимистом, в чем-то даже стойком. Но что бы он ни делал, нищета всегда была рядом с ним, как нелюбимая, но верная жена. Хотя с женой ему как раз повезло. Его Софья была женщиной удивительной кротости, женственности, и между супругами царили любовь, мир и лад. Но давайте лучше я расскажу вам все по порядку. Василий Сергеевич Калинников Родился в 1866 году в селе Воины Орловской губернии. В семье простой, бедной, набожной и трудолюбивой. Оба его родителя происходили из духовного сословия, но отец избрал светский путь и стал становым приставом. Сам он не получил обширного образования, но зато имел огромную волю к самосовершенствованию. Много работал, читал, учился, дослужился до чина надворного советника и даже получил дворянство, что, впрочем, нисколько не улучшило его материального положения. Однако для своих четырех сыновей он хотел лучшей доли и сделал все возможное, чтобы они получили хорошее образование. Занимаясь с юным Васей на дому, он добился, чтобы его взяли сразу на второй курс Орловского духовного училища, к тому же бесплатно, учитывая незаурядные способности ученика. В 14 лет будущий композитор заканчивает училище и переходит в Орловскую духовную семинарию. К этому времени он владеет азами нотной грамоты, играет на скрипке и гитаре. Несмотря на юный возраст, ему доверяют управление семинарским хором. Юноша берется за дело с огромным энтузиазмом и добивается замечательных успехов. По отзывам современников, его хор звучал безупречно. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Окончив семинарий полный гимназический курс, 18-летний юноша едет в Москву. Его мечта стать настоящим композитором. А для этого надо было поступить в консерваторию. Но серьезных сочинений у него еще не было, поэтому в композиторы его не взяли. Но лишь на курсы сольфеджио и элементарной теории музыки, которую он прошел ускоренно всего за один год. И тут закончились деньги. Платить за учебу стало нечем. К счастью, при московском филармоническом обществе существовали музыкально-драматические курсы. Они были пониже статусом, чем консерватория, но там можно было учиться бесплатно, при условии, что ты осваиваешь какой-нибудь духовой инструмент. И вот молодой Калиников ко всем своим занятиям прибавил еще игру на фаготе. Играет музыка Играет музыка С педагогами Калиникову повезло. Один из них, Семен Николаевич Кругликов, стал его другом и страстным пропагандистом его творчества. Это был выдающийся человек. Ученик и друг римского Корсакова. Один из крупных музыкальных деятелей Москвы. Неординарный критик. Он сумел разглядеть в молодом человеке огромный потенциал. Когда Калиников написал свое самое яркое произведение, Первую симфонию, Кругликов сделал все, чтобы она зазвучала у лучших исполнителей России. Однако лучшие исполнители большого интереса не проявили. А петербуржцы, римские Корсаков и Глазунов отнеслись к симфонии резко отрицательно, раскритиковав за недостатки профессионализма. Особенно не понравились мэтрам параллельные квинты в начале и в конце второй части. Прием для классической гармонии категорически недопустимы. КОНЕЦ 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 И, наконец, в Киеве симфонии продирижировал Александр Николаевич Виноградский. Вот что он писал по этому поводу. Из русских композиторов я исполнял впервые в Киеве симфонию Калинникова. Его не хотели знать ни в Петербурге, ни в Москве. Он не мог добиться там, чтобы его хоть выслушали. Здесь это было легко. Его слушали со вниманием, сразу оценили и смело поставили свой приговор. После Киева симфония исполнялась по всей России и во всех больших центрах Европы. И всегда с успехом. Вспоминаю при этом трогательный эпизод, когда замолкли последние звуки мощной симфонии, на вызовы публики вышел автор – тщедушный, чахоточный юноша. Публика была поражена контрастом этой внутренней необыкновенной силы в слабом больном теле. Субтитры создавал DimaTorzok К моменту написания своей лучшей симфонии Калинников уже несколько лет был серьезно болен. Не имея ни гроша за душой, он вынужден был постоянно бороться с нуждой. К тому же у него было три младших брата и сестра, которым тоже нужна была поддержка. Особенно после того, как скончался их отец. С этих пор композитор брался абсолютно за любую работу. Делал аранжировки, переложения, давал уроки, дирижировал хором, писал развлекательные апелеты, играл в частных оркестрах, и все это круглый год без отдыха на пределе сил. Еще в самом начале самостоятельной жизни на одной из своих работ он был вынужден по многу часов репетировать, активно дышать в свой фагот на сквозняке в холодном помещении. Результатом был плеврит, перешедший в туберкулез. С этого момента включился роковой счетчик. Композитору оставалось жить всего 12 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Есть такие мелодии, которые, кажется, даже не были сочинены. Такое ощущение, что они существовали всегда. Ну, или достаточно давно, чтобы уже не принадлежать какому-то одному композитору. И вот сразу две таких мелодии встречаются в симфоническом произведении Калинникова под названием «Былина». В крупных классических произведениях музыкальная драматургия, как правило, основывается на развитии и взаимодействии двух контрастных тем. Первую из них, более активную, принято называть главной партией, а вторую, более певучую, побочной. Давайте послушаем главную партию «Былины» Калинникова. Маленький кусочек, буквально самое начало. Услышали что-то знакомое? Нет? Не может быть. В России эту мелодию знают все, от мала до велика. Давайте еще раз послушаем. Теперь, думаю, многие узнали. Ну, а для тех, кто еще сомневается, подскажу. Эта песня была написана аж в 1905 году, причем даже не композитором, а ученым-биологом, кандидатом наук, потомственным дворянином Леонидом Карловичем Бекманом. И называется она... Ну как? Узнали теперь? Снова Калинников? Опять Бекман? А теперь пусть сыграют вместе. Ну, здесь тексты расходятся, поэтому дальше уже между собой не гармонируют. Что же касается новогодней песни, авторство Бекмана оспаривается, поскольку следы этой мелодии можно найти и в Германии, и в Швеции. И речь тут скорее не о плагиате, а о параллельном открытии. Как будто мелодия существовала всегда, а разные люди, независимо друг от друга, как бы открыли ее, каждый на свой лад. Но вернемся к былине Калинникова и послушаем побочную партию, тоже крохотный отрывочек самого ее начала. Узнали? Ну теперь-то точно узнали. От этих интонаций любой гражданин России должен вскочить и встать по стойке смирно. Да-да, это он. Гимн партии большевиков, впоследствии гимн Советского Союза и ныне гимн Российской Федерации. А теперь снова музыка Калинникова. И снова вместе. Примечательно, что Александру Васильевичу Александрову, автору нашего гимна, на момент сочинения Калинниковым свои былины было всего 10 лет. И очень трудно сказать, слышал он это произведение до революции или не слышал. Да и неважно это теперь. Гораздо важнее, что мы имеем возможность прикоснуться к этой чистой, светлой, сильной музыке. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Василию Сергеевичу Калинникову было отпущено 34 года жизни, из которых он активно творил лишь последние 9. Он ушел, едва начав расправлять крылья, не сочинив лучших своих произведений. Тем не менее, завершая свой рассказ о композиторе, кажется совершенно неуместным впадать в траурный тон. Это никак не вяжется ни с характером его музыки, ни с духом его личности. В одной из своих статей Кругликов писал Слушайтесь музыку Калинникова. Где в ней признак того, что эти полные поэзии и звуки вылились в сознание умирающего человека? Ведь нет следа ни стонов, ни болезней. Это здоровая музыка, сначала до конца. Музыка искренняя, живая. И действительно, чем сильнее болезнь одолевала композитора, тем светлее становился его взор, тем солнечнее была его христианская душа, тем большим здоровьем дышала его музыка. В нашем больном, искалеченном, изломанном мире так не хватает этого света, этого здоровья. Зато сейчас очень много болезненной, злой, устрашающей музыки, страдающей, стенающей, умирающей на все лады. В то время, как ее авторы вполне благополучны, здоровы, неплохо обеспечены и живут, например, в какой-нибудь сытой, розовощокой Америке. Но все мы выбираем то, что нам ближе. Созидать или разрушать, творить или потреблять, постоянно жаловаться и страдать или излучать радость вопреки любым внешним обстоятельствам. Только мы решаем, делать этот мир лучше или всего лишь гадить вокруг себя. Быть больными на всю голову или нести в себе здоровье, заразительное, мощное, вдохновляющее, так как это делал замечательный русский композитор, труженик и солнечная душа Василий Сергеевич Калинников. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok